Здравствуйте! В эфире программа «Гость в студии» и я ее ведущий Амир Кедрасов. Сегодня у нас в студии гость Александр Евгеньевич Дмитриев, директор Агентства по развитию территории. Александр Евгеньевич, здравствуйте! Здравствуйте! Чтобы внести ясность для наших телезрителей, вначале, наверное, попрошу вас рассказать коротко о том, чем занимается ваше учреждение. Агентство по развитию территории исходит из названия «развитием территории» и все, что в это понятие включено. Это помощь предпринимателям для поиска финансирования, может быть, это и лизинг, и банковские гарантии, в том числе помощь при составлении бизнес-планов для участия в конкурсах, поиск инвесторов в город Кумертово, ну и выполнение муниципального задания. Если говорить про 2016 год, он достаточно был рекордным, если говорить о мерах поддержки малого и среднего предпринимательства, то как часто обращались к вам соискатели как раз-таки субсидий всевозможных? Надо признать, что обращались нечасто. То есть из 110, по-моему, субъектов предпринимательства к нам обращалось, по-моему, человек 10, которым мы оказали посильную помощь в составлении бизнес-плана и так и прочее. Да, желающих, конечно, получить поддержку было гораздо больше, нежели те, кто получили. Вот если бы люди обращались к вам, меньше было бы наверняка ошибок в документах. Ну, вероятность всего, что ошибок было бы меньше, это однозначно. Но предприниматели выбирают же сами путь, по какому идти. Может быть, они обращаются в другие сторонние организации, может быть, делают это сами. Те, кто, может быть, не умеет, обращаются к нам. В конце года открылся у вас на базе вашего предприятия Центр делового развития. Какие функции будет выполнять этот Центр? Центр делового развития выполняет функции сопровождения предпринимателей, которые вновь вступили в эту сферу, в сферу бизнеса. И не обладают всеми необходимыми компетенциями. Соответственно, Центр делового развития помогает маркетингу, какие-то исследования, оказывает помощь, ну, с какой они сталкиваются, с какими проблемами. То есть там большой круг вопросов, компетенции, которые мы исполняем. И отобрано 39 субъектов предпринимательства в этом перечне, которым на протяжении 6 месяцев будем оказывать консультацию. В конце прошлого года был подписан указ о присвоении нашему городу статуса территории, опережающего социально-экономического развития. Понятное дело, что в этом направлении предприятие работало и до этого указа. Определенная работа велась по поиску инвесторов. Вот было бы здорово, если бы вы рассказали, каким образом вы ищете потенциальных инвесторов для нашего города. Да, действительно, 29 декабря территории города Кумертау присвоен статус территории, опережающего социально-экономического развития. Это 10-й город из городов России, который получил такой статус. Это существенные налоговые льготы для производителей. Работа по поиску инвесторов велась на протяжении 2016 года. Это направление писем, телефонные звонки заинтересовавшимся, какие-то комментарии, пояснения, приглашение посетить город Кумертау, познакомиться с его возможностями, имущественными комплексами, земельными участками, познакомиться с главой администрации, с политикой, которую проводит администрация на территории города Кумертау. Участвовало агентство и в различных форумах и выставках. Это Оренбуржье, Сердце Евразии, Шосс и Брикс, предпринимательство стран Шосс и Брикс. Ну и вот последняя выставка у нас была Prodexpo 2017, на которой мы провели более 600 презентаций территории опережающего развития. Там, где были собственники, нам удалось переговорить и с ним, рассказать, что такое территория опережающего развития. Надо признать, что большинство не знает о преимуществах, которые дает территория опережающая социально-экономическое развитие. Проводили разъединительную работу, приглашали, рассказывали о всех плюсах, которые дает эта территория, о всех возможностях. Порядка 70 откликов мы получили на этой выставке лиц, которые заинтересовались. Мы ведем с ними дальнейшую работу, направляем дополнительный какой-то материал, который необходим для того, чтобы оценить свои возможности, чтобы зайти на территорию. И вот в таком ключе мы проводим работу. Да, но сейчас, конечно, есть у вас козырь при общении с потенциальными инвесторами. Вы говорите, что уже есть присвоен статус территории, нежели чем это было в прошлом году. Но, тем не менее, ведь инвесторы и в прошлом году приезжали, как и сейчас. Что интересует потенциальных инвесторов, которые готовы вложиться в наш город, привести сюда бизнес, организовать этот бизнес в нашем городе? Первое – это трудовые ресурсы, компетенция трудовых ресурсов. Второе – это самая площадка непосредственно. Либо это какой-то уже имущественный комплекс, наиболее подходящий для организации того или иного производства. Либо это земельный участок, который позволит им построить свою какую-то фабрику, завод и так далее. – Однозначно можно говорить, что у нас уже есть один резидент нашей территории – это маслоэкстракционный завод. Стоит задачи вообще пять, чтобы было резидентов до конца 2017 года. С этой задачей мы поставлены и справимся. Если не раскрывать конкретных имен, кто уже сказал однозначно, кто эти люди, в какой сфере их бизнес работает? – Наверное, уже можно не только сказать, что мы с этой задачей справимся однозначно. То есть город-администрация, команда управленческая справится с этой задачей. А маслоэкстракционный завод – это самый яркий такой пример федерального уровня, который создает очень большое количество рабочих мест, 520 к имеющимся. Поэтому это как бы резидент такой якорный номер один, который порядка 6 миллиардов делает инвестирование в наш город, строит свой завод, который будет порядка 13 миллиардов выпуск годовой продукции осуществлять, когда выйдет на полную мощность. Это очень существенные показатели. Ну а кроме маслоэкстракционного завода, самый такой яркий пример – это группа компании «Магеллана» открыла свое предприятие на нашей территории. Кумфаб с 13 февраля уже приступила к своей работе. То есть руководство посетило «Инвестпикник» в сентябре, а 13 февраля 2017 года уже открылись и начали делать пошив верхней одежды для силовых структур. Это Росгвардия в основном и прочие силовые структуры. На предприятии уже принято порядка 30 человек. То есть вновь созданное предприятие, уже работает 30 человек. Предприятие находится по адресу город Кумертау, улица Палатникова, 1А, территории швейного цеха. Их рабочий телефон 55510. У них стоит потребность в дополнительном приеме швей. То есть если горожане, кто пожелает, либо сменить место работы, переквалифицироваться, либо же владеет этой специальностью швеев, они с удовольствием примут. Потому что потребность у них в организации двухсменной работы, рабочие места им очень нужны. Насколько я знаю, еще в прошлом году предприятие-то приезжало и интересовалось как раз таки людьми, готов ли город Кумертау обеспечить швеями. Совершенно верно. На базе агентства «Паразит территория» мы оказывали помощь по коммуникации выстроенной. То есть предприятие в газете, на нашем сайте разместило перечень специальностей, которые им нужны. И агентство «Паразит территория» фиксировало всех обращающихся, желающих работать. В дальнейшем мы эти анкеты передали предприятию, которые в один из дней приехали в город Кумертау, провели собеседование со всеми. У желающих был полный зал, актовый зал, в агентстве «Паразит территория» 168 посадочных мест, то есть мест свободных не было. В этот день они провели собеседование со всеми, рассказали о своем предприятии, чем они конкретно занимаются, какая у них минимальная заработная плата, от чего зависит вообще размер оплаты труда и так далее. Но надо сказать, что у швей форма оплаты труда сдельная, то есть у них зависит от выработки. Очень рад за предприятие, которое начало работать. Это самый яркий такой пример. Да, помимо швейного производства, что можно ожидать в городе Кумертау в ближайшее время? Значит, компания «Башенкомп», уже работающая на территории города Кумертау с 90-х годов по производству удобрений, уже твердо решила расширять свое производство на территории города Кумертау. Будет создавать новое предприятие. Сейчас идет подготовка по выкупу имущественного комплекса. И вот это вот такой яркий пример уже в 2017 году, когда это реализуется. Кроме «Башенком», томская компания «Ойлтим» регистрирует в текущее время предприятие «Ойлтиммаш», которое будет производить оборудование для добычи нефти на нашей территории. В феврале месяце еще депутаты нашего городского совета обнулили ставку на земельный налог для резидентов территории. Наверняка есть какой-то дух соревновательности между территориями, которые получили статус ТОСЭР. И общаетесь, кто как инвесторов приводит в свой город. Обнуление ставки тоже помогает в этом направлении? — Это, безусловно, помогает, хоть это не такая незначительная финансовая помощь по отношению с другими льготами. Это налог на прибыль и отчисление в фонды. Все-таки там более существенная экономическая выгода. — Да, но условия у территории одинаковые в этом плане. — Условия у территории одинаковые, да. — Но земельный налог ведь не каждый, не каждая территория оттенела. — Ну, тут, наверное, каждый совет городских депутатов принимает решение так быстро, как он это хочет. И, соответственно, чем быстрее кто-то примет, тем, наверное, инвестор в ту сторону и посмотрит. Город Кумертава это уже реализовал. — Александр Евгеньевич, если наши телезрители нуждаются в трудоустройстве, могут ли они обращаться к вам на предприятие с целью, чтобы трудоустроиться на вновь создаваемое предприятие у резидентов? — Да, безусловно. Конечно, мы находимся по адресу город Кумертава, Максима Горького, 11, это бывшее здание УПК, второй этаж, кабинет номер 203, городской телефон 2-13-12. — Спасибо большое за то, что пришли к нам в студию, ответили на мои вопросы. Сегодня у нас в студии был Александр Евгеньевич Дмитриев, директор Агентства по развитию территории. Спасибо, что были с нами. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин